Великая Отечественная война Инициативу о его создании выдвинул лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив депутат областной думы Вячеслав Фомичев Я выдвинул инициативу создания виртуального музея Герои Победы Очень важно сохранить память о героях, жизнями и здоровьем которых ковалась Великая Победа нашей Родины в Великой Отечественной войне К ним я отношу ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, всех, кто так или иначе внес свой посильный вклад в этот подвиг Одна из страниц этого музея обязательно будет посвящена Ивану Андреевичу Флёрову До конца 60-х он считался пропавшим без вести Его миссия была засекречена Но в нашей стране чтут и берегут память о защитниках Говорю это как офицер и гражданин И в 1995 году Ивану Андреевичу присвоили звание Героя Помнят о подвиге Героя и в Балашихе Одна из улиц города названа в его честь А на стене дома номер 6 по улице Флёрова установлена мемориальная доска в честь Героя Иван Андреевич Флёров участвовал в войне с Финляндией За проявленное мужество и героизм во время Советско-финской войны Был награждён орденом Красной Звезды Он жил в нашем городе ещё до войны и отсюда ушёл на фронт На Западном фронте Иван Андреевич командовал отдельной экспериментальной батареей Реактивной артиллерии из установок БМ-13 Это были первые в мире современные установки залпового огня У нас их ласково прозвали «Катюша» А вот солдаты Третьего рейха называли их «орган Сталина» Из-за звука, издаваемого оперением ракет Летом 2021-го исполняется 80 лет с того момента, когда под Орше прогремел первый залп «Катюши» Это случилось 14 июля 1941 года Разрушительная сила боевого удара «Катюши» была настолько мощной Что смогла уничтожить целые эшелоны с боеприпасами А также переправу через реку Аршицу Планы противника были сорваны «Катюши» лишили фашистов самого главного – веры в победу На протяжении всей Великой Отечественной войны Боевые машины залпового огня первыми вступали в бой Наводя ужас на противника Изучая документы и материалы для создания виртуального музея «Герои Победы» Мы нашли много фактов и интересных описаний о подвиге Флёрова Все эти описания мы планируем опубликовать на страницах музея После каждой атаки «Катюши» удачно меняли свои позиции Поэтому для немцев они оказались неуловимыми За новыми боевыми машинами устроили настоящую охоту В октябре 1941 года на Смоленщине капитан Флёров попал в окружение Он понимал, враг не должен узнать о секретной разработке боевых машин Когда силы были на исходе, топливо закончилось Наш земляк Флёров отдал последний приказ уничтожить оставшиеся ракеты и боевые машины Командир Флёров сам привел в действие взрывное устройство Жизнь героев оборвалась Но подвиг и их имена навсегда шагнули в бессмертие Не позволив врагу приблизиться к разгадке боевой мощи машины И сегодня об этом подвиге нашего земляка напоминает памятник «Катюша» Установленный возле школы номер 3 на улице Советской Имя школы с 2001 года носит имя Ивана Андреевича Флёрова В школе номер 3 работает уникальный музей боевой славы Которому в этом году исполнилось 55 лет Вот уже более 30 лет руководит музеем Репникова Татьяна Викторовна Благодаря её многолетнему труду в музее собрано немало ценных материалов о легендарной батарее Представлено более 500 экспонатов Фотографии бойцов, настоящий снаряд боевой машины, каски, гранаты, редкие книги о подвиге героя, письма, воспоминания участников военных событий Все они пополнят фонды виртуального музея Героя Победы А значит любой желающий сможет ознакомиться с ними, вне зависимости от того, где он находится В нашей области или в другом месте необъятной России Кроме того, откроются новые возможности для проведения уроков памяти в условиях ограничений, связанных с пандемией Мы поддерживаем инициативу Вячеслава Васильевича Помечёва о создании виртуального музея Потому что он позволит многим людям узнать о героическом подвиге героя России Ивана Андреевича Флёрова, нашего земляка И мы с удовольствием предоставим материалы нашего музея, которые мы собирали в течение 60 лет Память о героическом подвиге Ивана Андреевича Флёрова, о его бессмертной батарее живет в сердцах жителей нашего города В год 80-летия Катюши, памятника боевой машины в Балашихе, пройдут памятные митинги и встречи На которые приедут потомки флёровцев Истории о родственниках героев, воспоминания фронтовиков тоже планируется разместить на страницах виртуального музея Жители Балашихи помнят своих героев, участников Великой Отечественной войны На фронт из города ушло более 20 тысяч человек 22 фронтовика, жизнь которых была связана с нашим городом, удостоились звания Героя Советского Союза Это и Лев Кудаковский, и Пётр Цыганков, Игорь Нестеров, Евгения Руднева И сегодня эти имена на воинских мемориалах, в названиях улиц и наших школ Напоминают нам об их бессмертном подвиге, о Великой Победе Сохранить память об их подвиге, передать их потомкам наш священный долг Великая Отечественная война явила множество примеров массового героизма и храбрости советских солдат Подвиг флёровцев был один из первых примеров такого героизма во времена Великой Отечественной войны На сайте Виртуального музея Героя Победы будут собраны интервью с ветеранами, музейная информация, описание подвигов, фотодокументы о вкладе жителей Московской области в победу в Великой Отечественной войне И наша задача — помнить, чтить и передавать знания о таких героях Героях, спасших не только нашу страну, но и весь мир от коричневой чумы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова